ребят всем привет все таки решил весь пол пролить пва клеем начал для эксперимента проливал это клей уходил в чем хорошо ушел вот перешел я покажу видео где-то в серединке вставлю где демонтировали старую стяжку и там плитка отходила от клея клетки его от пола а там где делали так сказать думали не будем снимать плитку проливали швы пва швы зачистили то там плитка держалась и плитка держалась и сам клей прям держался к основанию поэтому взял такие вот шприцы 50 кубовые в общем уходила полбанки на 4 плитки уходила вот внутри иголка вот такие вот ножики сейчас буду швы прочищать потому что где-то грязные швы все буду прочищать пылесосить и по пять рядов буду идти то есть как клали даже по 6 и прям буду проливать и постепенно буду вам показывать вот сейчас так буду швы прочищу все пылесосом соберу влажной тряпкой пройду и начну проливать швы сейчас буду показывать все это в детали 5 самое главное есть такая хитрость перед работой вот с клеем и так далее потому что руки у кашечка сохнут от трескивается делайте так 50 на 50 на шатырный спирт и глицерин вот разбавляйте его можно руки смело влить на руки такой знаете он даже вот как вот как вода запах такой на шатыря на руки зато будет такие знаете не потрескавшиеся мягкие так далее ни один крем так не помогает вот попробуйте 50 на 50 можете знаете 50 глицерина на 60 процентов а на шатырного спирта 40 будет более жирный вот попробуйте не пожалеете а просто здесь все развел вот ребят веду вот так примерно по 6 рядов отмечая раз два три четыре пять шесть поставил там прохожу вдоль чтобы не запутаться где-то скола попадается этот мастер убирала слепышки так неаккуратно и наделал сколов вот тут вот видно глубокие ямы свпшка и клей вот там как будто подсел поэтому по любому павана назовите вот это вот такие вот вот так идем нудная работа но один раз думаю стоит так сделать подстраховаться пока теплый пол выключенный прольются 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 раз два три четыре пять вот так вот ребята идем потихоньку так все примерно почистил вот сейчас берем пылесос фильтром очистил пылесос пылесос нормальный тогда когда он чистый если он под забился вот этот фильтр пылью то все перестает сосать так как нужно вот кстати лайфхак вот здесь вот металл все а здесь пластмасса и крышка ведет и он подсасывает и плохо засасывает проклеили двусторонний скотч по периметру и помогло сейчас короче ставим фильтром смачиваем вот этот смачиваем и сюда закидываем еще один влажную тряпку влажную тряпку чтобы получше он был так сейчас включим в ту сторону кстати все таки правильно то что вы буду проливать потому что где-то прям как будто клей сел щели такие буду проливать сейчас увидим так влажную тряпочку сейчас и начнем и 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 Потому что строительный он какой-то крупный берет. Крупный собрал, сейчас мелкий, а потом еще тряпка. Вот так наверняка все соберу крупное, чтобы в челе ничего не попало. Посмотрим. Пошла против шок. Протираем пол. что когда клей разливать протирали чтобы уже ничего грязное не попадала все это протрем вот и приятнее в чистоте работы нежели когда ходишь по грязи и пыль не комфортно а так протер чистенько пыли нету грязи тоже приятно работать потом все застелим чистой клеем видно где-то чё-то смачиваем чистый грязный ребят забыл сказать о самом главном не забывайте пить чай с медом и сыром это вам даст крепости а это вам даст здоровье обязательно с молоком желательно с настоящим чай вот прям чаю такой надо печь вроде нагрелся прям одной заварки молока налили как я это делаешь покажу ложку берете меда можно побольше что-то вот так 45 ложек таких конкретный глоток сделали смотрите допил еще разок еще разок вот взяли мед без сыра сейчас потому что пить охота взяли на донышке осталось это самое ценное и вот так вот вогоба и допьем шикарно все и опять пошли вперед сейчас шприц есть все будем клея набирать так вот было набрал походу очень много было уйдет вот тут можно посмотреть какая щель видно на она такой щель там клей просил вот поэтому будем здесь заливать настойчиво я думаю килограмм 10 идет было если не больше 50 шприц конкретно спасает можно за раз проливать большие объемы вот тут щель тут шок капитальный прям это заходит с угла тоже вот тут вот там яма большая полтинник ушел я вот тут размешал сейчас неудобно набирать хорошо уходит уходит хорошо вот тут где щель нет там потихоньку тут вот прям уходит поэтому где большие щели сели надо проливать можете идти с угла можете идти по по елочке как вам нравится можете хаотично ходить можно то есть она уже давно высохла вот тут вот видите ребят уходит и уходит получается уже третий шприц 150 миллилитров вот тут щель видите пылесосил все равно камушки остаются вот тут щель конкретная проливаем я думаю лучше один раз пролить чтобы он схватился хорошенько берите самый дешевый по по вам пожиже и лучше будет тут вообще щель конкретное что сделать мастер эти супы шки были полтора миллиметра метра 4 вот третий шприц ушел по 50 миллилитров сейчас посмотрим на сколько банки хватит что удобно что шприцы 50 миллилитров по 20 были так удобно быстро заканчивается не успел налить уже закончился следующий идем пошло дело все таки решил подстраховаться видите где сел он надо еще заливать то есть это не так одноразовая операция типа провел вот он сел здесь надо еще лить и он будет пропитываться и он пропитает весь слой щели где-то в клеем где-то клею воды не хватило сухой как пишут некоторые типа стяжка была сухая то сухое вот еще один сейчас мы в режиме реального времени проверим насколько плиток хватит банки пва сейчас этот угол буду добивать ведь и тут села а где-то нет где-то стоит клей стоит нормально плохо вода не стоит вот так вот заливаем уголок что никто не уголок потом тряпочка это надо будет вытирать чтобы он не высох и главное так такой влажной тряпочкой чтобы как бы вода туда попадала чтобы на швах вот здесь не образовалась пленка от пва клея еще шприц почти банка уходит что пленка не образовалась от пва клея что потом когда вы швы затирали вам не надо было сдирать эту пленку от пва вот сразу протрете пол влажной тряпкой тут вот конкретно уходит сейчас я за всю часть добью посмотреть посчитать сколько вообще проливается с одной банки баночка заканчивается вот тут проливаем туда осадка капитальная прямо уходит уходит тоннами значит есть куда уходить пускай уходит там цепанет конкретно все что нужно поэтому сразу клей не вытираем ждем примерно по 15-20 минут потом только понятно вот туда там дырка стены туда будет где пузыри выходят значит он проходит там я конечно счета сбился какой уже там уже чуть-чуть осталось сейчас добью чтобы примерно посчитать на сколько хватило банки кого это самый дешевый материал из из того с чем работают с плиткой поэтому и надо брать жидкий пва то есть самый дешевый берите он позже уже не надо с водой разбавлять дорогой возьмите короче даже полный не набрал потому что там уже густой плохо размешанный вот примерно банка ушла плюс еще здесь не вот они глубокие проходим ну вот ставим раз два три четыре пять маленькая три четыре пять шесть семь восемь девять десять грубо говоря из всех этих подрезок и двенадцать в общем банка на пять банка на пять плиток уходит обалдеть это сейчас еще буду проливать ребят кто подскажет куда этот весь клей уходит там же есть специалисты которые говорили на толстый слой нельзя толстый слой ладно нельзя пва стал проливать чтобы обезопасить послушал вас первый вопрос куда клей уходит причем очень много одной банки на пять штук не хватает кто выпивает ну где-то вот он стоит а где-то вот щели вот он просто прям зальешь он уходит зальешь он уходит смотрите уходит доходит вот смотрите щель тут какая бездомная будешь куда клеи уходит ребят подскажите подскажите ну я думаю сплава хорошая тема вот по хочет обезопасить я конечно очень муторно долго банки только так уходит так вот ребят пролил сейчас тряпку беру и буду вытирать такая тряпка прямо кроватая как я даю чтобы туда зашло чтоб хорошо убрать на несколько раз нужно нужно будет даже протирать вот чтобы щели вот эти швы у них корки не было вот видите где-то вот подсыхает он как корочка поэтому прям шов втираем вот и высох уже прессов было вот поэтому тряпка такая прям влажновато что хорошо влажно было идем 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 влажнов法 важно влажнова влажновая тряпка подкасаем внутрь вот видите тут присох уже countries поэтому вытираем там он стоит не стоит пусть стоит он идет сейчас питается так все она сильно такая еще раз значить не суховато важно оставить мокрое что было и вот так вытираем ну все ребят вот так вот сколько ушло банк короче а тут 2 4 банка ушло то я вот так чуть-чуть только сделал где-то он уходил короче надо может килограмм 15-20 брать ребят чистовая протер короче банок наверно тут сколько 2 квадрата квадрат банка минимум короче 30 банок уйдет думаю как то так так вот купили два ведра по 9 килограмм бумажки густое размешать конкретно густое ты прямо так вот елочкой чик-чик иди и туда вот так вот к двери ну чтобы не запутаться где счистили где не счистили проливать будем посмотрим сколько хватит ребята смотрите 9 килограмм то а сейчас разбавляем заливаем вот швы чистим вот алишер швы чистит протирает подготавливает основания все здесь затерли за за этого ли убираем такие моменты и заливаем швы вот смотрите как уходит заливаем здесь уже проливка несколько раз было сюда хорошо уходит это свежая то есть каждую жилу азов по пять заливаем вот это вот уходит вот тут вот уходит куда уходит непонятно куда-то уходит по а кстати после такого заливки меньше этого уйдет затирки но это не ради как затирки это ради того что тут теплый пол у нас зальется по 50 кубиков уходит это все дело так вот этот пятачок залили сейчас убираем затираем вот так вот швы их надо оттереть он же прицел где-то уже как как пленочка пленочка вот поэтому надо будет отмывать влажной тряпкой и здесь отсюда продолжаем вот сюда 9 килограмм посмотрим насколько хватит так вот протерли теперь пылесос еще таким строительным швы выпали по пылесосе помыли Продолжение следует... Продолжение следует... И еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Наверное, килограмма, наверное, два, три зальем. Такой вопрос. Где-то заливаешь, остается, а где-то льешь, льешь, льешь. А оно уходит куда-то. Куда-то уходит. Вот как вот здесь. Тут уходит, тут стоит. А 30 квадратов ушло. Куда ушло? Вопрос. Вот так вот. Вот так вот еще. Вот так вот еще.